Чао-чао, тути, всем огромный привет из Италии И у нас сегодня вторая попытка проехаться по скидкам Такая радуга над морем Арка Валена Рочная Вся видна Начинается и вот здесь вот заканчивается Красиво Да, магазин Оно И Ty И И И И Э Всем огромный привет из Италии. Чао-чао, Латучи. И у нас уже воскресенье. Мы поехали отдыхать в парк. Старшая дочь катается на качельках. Муж за ней присматривает. Я тут с колясочкой круги по парку наворачиваю. Мне надо худеть, а младшую надо спать. Потому что у нас парк маленький совсем. И в соседнем районе в Полезе там такой побольше, но тоже мне не нравится. Уже получше у нас в магазинах прошло на распродаже. Дочка нам дала больше времени. Кое-что уже прикупили вчера. Но тоже так, все с разбега, все бегом-бегом. Мне так не нравится. Я хочу... Я люблю ходить по магазину удумчиво. Составляя гардеробщем, я это буду одевать, вещи. А так покидала, покидала. Верхнюю часть не примеряю даже. Нижнюю там кое-что померила. Поэтому пока еще расслабиться в шопинге не удается. Сейчас погуляем и поедем обедать к свекрови. Как всегда по воскресеньям. Можно так взять и слезть. А не, мы сейчас обедать уже поедем домой. Так что не надо меня смотреться. Женька, помахай. Что делаешь? Да, я тебе интервью беру. А где ты? В парке. В парке? В парке? Как тебе настроение? Нормально, если посмотришь меню. Сегодня чуть теплее, чем вчера. Днем до плюс девяти. Но все равно это безумно холодно. Уже час дня. И к часу парк опустел. Все поехали на обед. Значит и нам уже пора. Поеду к нашим. Доброе утро, друзья мои. И у нас уже четверг. За окном льет дождь. Я торчу дома. Лечу гребаный мастит. Посмотрите на следы преступления. Мусечка завтракала шоколадной пастой. Я еще не ела, но буду срочно все убирать. Потому что через пять минут придет инфемиере делать мне укол. И у нас сегодня пятница. И наконец кончился дождь противный. Я выползла на улицу погулять. Иду сейчас с колясочкой к морю. Маленький кружок сделаю. У меня буквально сорок минут. Потом надо малышку из школы забирать. Я не знаю, как самая младшая себя поведет. Если будет себя хорошо вести, то мы пойдем вместе забирать. Если будет вести себя плохо, то я опять буду дома. И заберет ее бабушка. Что-то у нас после Рождества косяк с погодой. Даже еще до Рождества началось. Снегопады, снегопады. И такая вообще непонятная погода. Снег идет, дождь льет. Сейчас у нас уже снег растаял в Бари. Ну буквально полчаса, час отъезжаешь. И там все завалено. Прямо города заблокированы. Вот холодно. Сегодня не очень уже холодно. Сегодня 9 градусов. Но до этого вообще было, особенно по ночам, холодно. В Бари уже больше недели снега нет. Но до сих пор в магазинах еще некоторых продуктов не привезли. Потому что машины не могут доехать. И даже на рынок не все приезжают. Продавцы приезжают. Их мало из-за того, что они могут выехать из своих городков. Сегодня уже пятница, 20 января. И период скидок плавно подходит к концу. Я так и не успела толком пошопиться из-за малышки. И вот буквально выехали два раза. Один раз сходила я в Зару, посмотрели. Мы там еще в одном магазине. Страдивариус. Но это была такая пробежка. Бегом, бегом, бегом. А то сейчас проснется. То есть она там ревела и возмущалась. И толком ничего у меня не получилось. Единственное, я купила себе парку. Я сейчас у меня и как раз. И в шарфике из ОВС. Тоже в новеньком. Потом съездили еще мы в другой раз. В другой день съездили в ОВС. Тоже в магазин. И все. Мои любимые еще не посетили даже магазин. И я подозреваю, что и не успеем. Были в H&M. Тоже мне много чего понравилось. Но не по скидке. А именно основная такая. Новые Ариби. Новые поступления. Вот поэтому. Сегодня был дождь. Смотрите, какая тут непогода. Над нашим Сантоспиритом. Поворачиваемся в другую сторону. И видим, что вроде бы развиднело. Как мама говорит. Развиднело. Пока вот оно развиднело. Мы и выбежали погулять быстренько. А то потом опять. Если дождь начнется, опять будем дома сидеть. Я еще и заболела. С воскресенья лечу мастит. Очень неприятная штука. Я ее подхватила впервые. Предыдущие два раза как-то вот кормила детей без проблем. А в этот раз есть вот такая трудность у меня. Ну, меня сразу врач прописал, гинеколог прописал сразу же уколы, антибиотики, мазь там. В общем, лечимся. Ой, давно так у моря не было. Сейчас постою хоть подышу. Получу удовольствие. Ветер, кстати, противный сегодня. Холодный. Пока у меня тут есть минутка, отвечу на пару комментариев. Единственное, что не знаю, как будет слышно. Надеюсь, что меня будет слышно. Стараюсь говорить громче. Задавали вопрос под последним видео. Делали ли мы тест на... Тест амниостической жидкости на серьезное заболевание. Нет, мы этот тест не делали. Об этом я рассказывала в одном из видео о беременности. О том, что сейчас уже новый подход. Вы делаете анализы. Вам делают УЗИ. Вам делают анализ крови. Вы заполняете анкету о заболеваниях своих, мужа, отца, ребенка. И потом делают анализ и выводят графики, по которым определяют, насколько... Какие у вас шансы, что может родиться больной ребенок. Об этом я подробнее рассказывала в одном из видео о беременности. Согласно этих графиков, было мало шансов. Поэтому наш гинеколог сказал, что он нам не советовал, в общем, это делать. Но итоговое решение должны были мы принимать самостоятельно. Мы приняли решение, что мы этого делать не будем. И мы этого не делали. Этот вопрос актуален для тех, кто рожает старше 35 лет, так как я. У меня уже было на момент рода в 3 дня было 38 лет. Это больше 35. И, соответственно, раньше все беременные всем рекомендовали сдавать тесты на амниостическую жидкость. Но так я говорила уже в том видео об этих анализах, что это риск для ребенка. В одном случае ИСТА он оканчивается трагически. И мы решили этого не делать. Мы этого не делали. И второй вопрос касался... Сейчас про эту машину. Чух-чух-чух-чух. Значит, второй вопрос. Олеся, расскажи о рекомендациях по питанию для беременных и для кормящих. Значит, для беременных рекомендации я описывала тоже в видео о беременности и родах. Это было видео, первый прием у врача, рекомендации, рекомендации. Так, а что касается грудного скармливания, я не знаю, тут у всех врачей разный подход. Один сказал, что вы можете кушать все, только единственное, в ограниченных количествах не объедайтесь. То есть, пускай ребенок привыкает к тому, чем вы питаетесь. Второй врач подтвердил рекомендации, которые были для беременной, даны моим гинекологам. Единственное, что есть еще ограничения на овощи зеленые, которые вы знаете, что мы в большом количестве едим. То есть, тут советуют овощей есть поменьше, потому что потом проблема с пищеварением у ребеночка. Ну, осторожно купить. Чао. Джорно. Еще спрашивали в комментариях, набрала ли я вес за беременность и буду ли я с этим бороться. Веса я не набрала. Я сейчас вешу столько, сколько и до беременности. 85 килограмм. Поэтому, но с тем, что есть, конечно, я буду бороться. Не знаю, ну, я буду худеть. Но, наверное, не сейчас, пока еще кормлю грудью. И когда я пыталась немножко себя ограничить, дочка и так постоянно висит на мне. Но если я себя ограничиваю в чем-то, то тогда у меня вообще, она ни минуты не спокойная, ей чего-то, видать, не хватает. В общем, пока кормлю, особо ограничивать на себя ни в чем не буду. И еще был вопрос, как нас приняли семья мужа. У меня женщина с двумя детьми. Православную. Ну, в общем, такую, какая есть. Хорошо приняли. Детей приняли. Мы живем дружной семьей. Уважаем религии друг друга. Уважаем правила друг друга. В общем, все хорошо. Да, я уже сходила в школу, забрала Женьку. Мы с ней пообедали. И снова вышли на улицу, потому что дома малышка не хочет спать, а на улице вот заснула. И на этом буду прощаться. Спасибо большое за вопросы. И увидимся в новых видео. Всем пока-пока. Чао-чао, тути.